Я обращусь к депутату законодательного собрания, это самый крупный должник у нас сегодня по имущественным налогам, господин Флегинский. По решению суда краевого, которое уже состоялось и обязало выплатить, погасить налоговую задолженность, можно исполнить обязанности. Я не знаю другой страны, в которой депутат законодательного собрания, наделенный ответственностью и полномочиями, не подает в отставку по случаю неуплаты налогов. В городскую казну, а именно в местные бюджеты поступают отчисления по имущественным налогам, бизнесмен за 2012 и предыдущие годы задолжал порядка 4 миллионов рублей. Между тем, финансовое положение Читы Флегинских бедственным не назовешь. За прошлый год депутат задекларировал доход в 15,5 миллионов рублей и указал доход супруге – 160,5 миллионов. Александр Флегинский прокомментировал ситуацию с долгом по телефону. Это налог на имущество Березняковского аэропорта. Этот налог начислялся, соответственно, налог на имущество Березняковского аэропорта начислялся на налоговую инспекцию. Если они начислят, то мы оплатим. Они нам начислили, мы это оспорили. Мы это оспорили, процесс завершился не в нашу пользу, завершился он месяц или два месяца назад. Мы приняли решение дальше не оспаривать его, мы, соответственно, этот налог оплатим. А когда вы планируете это сделать? Значит, плюс 4 миллиона в городскую казну. Но не все готовы рассчитаться до конца года. По словам налоговых инспекторов, особенно большие суммы задолжали предприниматели, работающие в сфере грузовых и пассажирских перевозок. В этом сегменте долг по транспортному налогу в 600 тысяч рублей – не редкость. Всего же по краю в списке должников около 200 тысяч автовладельцев. Долг жителей Пермского края только по транспортному налогу – почти 700 миллионов рублей. А в целом прикамцы задолжали в местные бюджеты по имущественным налогам – почти миллиард. В налоговой планируют придать огласки имена всех ВИП-должников, как только суды примут по их делам соответствующие решения. Но и рядовым должникам расслабляться не стоит. За 2013 год судебные приставы вынесли 12 тысяч постановлений, закрывающих выезд за границу. Все вопросы по начислению и уплате имущественных налогов можно решить в инспекции по месту регистрации имущества. Кстати, ближайшая суббота – рабочая. Юлия Алеева, Василий Дулепинских, Телевизионная служба новостей.